Добро пожаловаться! У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... Некоммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться! Вот таков наш закон. Всем доброе утро! Начинается программа Добро пожаловаться. Председатель правления товарищества центра консультаций собственников квартиры. Председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко. Я надеюсь, с нами на прямой связи. Доброе утро! Доброе утро! А также Авер Контерев, бывший руководитель Рига Снаму Парвелдникс. И надеемся, что и заместитель председателя Ассоциации управляющих Латвии Эрвин Страупе тоже к нам присоединится. Во всяком случае, пока я не вижу его. В нашей конференции я напоминаю, что можно задавать вопросы. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Доброе утро! Здравствуйте! Вот уже сразу первый вопрос. Доброе утро, Александр! Да? Я вот точно не знаю, кто мне ответит на этот вопрос. Ну, может быть, господин Сидорко, наверное, более квалифицированно ответит. Скажите, пожалуйста, все-таки приняли закон о лоджиях и балконах, о застеклении? Или все это пока в подвешенном состоянии? Спасибо. Спасибо. Я бы ответил так. Наказание в подвешенном состоянии. То, что нельзя без проекта стеклить лоджии и балконы, это давно известно. Эти положения никто не отменял и отменять не собирается. Вопрос состоит только в одном. Как будут контролировать и каким образом это все будет регулироваться. Но на самом деле, если вы хотите стеклить лоджии и балконы, первое, что вам нужно сделать, это нужно делать проект. Это обязательно условие согласовывать с Булвалдой. Насколько я понимаю, делать проект бессмысленно на одну отдельную лоджию. Мы в кооперативе уже давно сделали проект на все дома. То есть хочешь стеклиться, приходишь в кооператив, есть согласованность с Булвалдой проекта, бери выкопировку и стекли свою лоджию. Основное требование от Булвалды, чтобы сохранялся архитектурно или поддерживался какой-то цивилизованный внешний вид здания. То есть лоджии должны быть остеклены с одинаковым количеством деления, в одинаковый цвет, ну и внешне, чтобы они выглядели единообразно. Но чем это закончится? Во-первых, вы проверьте свое инвентаризационное дело на квартире. Не дай бог, если у вас там стоит отметка незаконное строительство. Потому что есть целый ряд дел, когда вот перед приватизацией делали инвентаризацию, тогда нещадно ставили эти отметки, что у вас лоджия застеклена незаконно. Тогда вам надо предпринимать срочные меры. Если такой отметки нет, я сейчас не могу ничего сказать. Если лоджия застеклена, то все-таки нужно пытаться добиться, чтобы был единый проект. Спасибо. Еще сразу у нас еще один звонок. Здравствуйте. Я тоже по этому вопросу, по вопросу лоджии и кондиционера. У меня 602 серия. Я хочу застеклить лоджию и кондиционер установить на вечное, чтобы ни одна власть никогда не смогла ничего сделать. И продать я должен с документом. Никого. Один. Хочу один. Во всем доме это сделать. Как это сделать? Спасибо. А тут... Нанимаете архитектора. Он делает проект и осуществляет согласование. Удастся согласовать? Значит, будет выполнено ваше желание раз и навечно. Не удастся? Ну, значит, какие-то другие пути искать. Но сегодня другого пути, кроме как сделать проект и утверлить его в Бувалды, нет. А от чего зависит, удастся или не удастся? Ну, там потребуется согласие собственников квартир. Там достаточно сложная процедура. Но нужно начинать с проекта, чтобы архитектор нарисовал проект. Вот лоджия будет застеклена так. Кондиционер будет стоять вот здесь. Выглядит это будет так. А после этого нужно получить согласие собственников квартир на то, чтобы это произошло. И потом идти с заявкой в Бувалды. А там уже как будет решать Бувалды, это уже следующий вопрос. А собственников квартир нужно стопроцентное согласие или... 51. 51, ясно. Еще один звонок. Здравствуйте. Добрый день. Я хотела такое предложение внести. А не проще ли в Бувалде просто определить самим на каждый проект дома, какое должно быть застекление балконов и лоджий? Поскольку, получается, так, каждый идет со своим проектом. К проекту самого дома, к серии дома, привязать проект застекление лоджий. И тогда проще собственникам, кто хочет застеклить, застеклил согласно серии этого дома. Ну, насколько мне известно, я могу только процитировать один мультфильм. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому Бувалда сейчас стоит на позиции о том, что каждый дом, как минимум, должен иметь свой проект застекления. Хотя вы абсолютно правы. Для серий, те, которые существуют, у нас их там 6-8 серий домов, вполне можно было сделать централизованный проект. Может быть, там два варианта, чтобы разнообразить немножко, плюс к окружающей природе. И, пожалуйста, выбирайте. Дома, какой вы... Да, пожалуйста. Я скажу, наверное, тоже чуть больше с точки зрения города. Такое предложение с моей стороны поступило 4 года обратно. В то время, скажем так, в этой сфере заведует также и архитектор города, с которым мы уже дальше продвигали эту идею. Идея была такая, что не только насчет лоджий, но и полностью восстановление домов. У нас сколько серий... Мы знаем, сколько серий домов по всей Латвии есть и в Риге. И тогда просто вот дальше мы шли в министерство, что нужно разработать элементарное решение типовых узлов, лоджий, утепление, укрепление и так далее. И тогда упростить эту процедуру таким образом, что если это все делается по типовому решению, типового проекта, тогда вы просто информируете. Бывало, что мы в такой-то квартире это реализуем. Или в каком-то доме, если это целиком относится на весь дом. Но нет необходимости каких-то голосований, разрабатывания дорогостоящих проектов и так далее. И это касалось как идеи восстановления конкретных узлов или же восстановления даже всего дома. У нас еще сразу еще один звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Вот такой вопрос. Ну, мы как бы делаем вот накопление на капитальный, ну, на ремонт, да. И, ну, согласно договора, с Ригес нам упорвал, с ним раз в квартал они перечисляют на счет бедриба. Но там не всю сумму, потому что они там выполняют, ну, кто-то вызывает аварийные работы какие-то, и в конце года вот тогда они дают, ну, типа, какую сумму они списали с этих накоплений. Но совершенно не дают расчифровку, скажем, вот там аварийная работа, там, в такой квартире, ну, где-то, да, это столько. И они становятся, что, ну, они не должны это давать. Это правильно и так или не так. Вроде есть правила кабинета министров. Если можно, вот, если это так, вот номер этих правил, и что это за правила. Спасибо. Спасибо. Ну, по своей сути, управляющий должен давать отчетность всех работ, которые он приводит, проводит, да, в том числе и аварийных. Это по закону, это составляющая документация дел дома, там, Сергей мне не дав соврать, да, там, и вся эта документация, она должна быть в деле дома. Ну, и с ней должно быть просто ознакомиться раз. И второе, ну, это обязательно давать отчетность о том, какие средства с накопительных средств были потрачены. Мы именно говорим про накопительные средства, да. Сумма обслуживания, она отличается. У частных домов управления это является как их оборот, про который они могут не отчитываться, сколько именно, например, дворник уплатит, сколько бухгалтер и так далее. С точки зрения ВРНП есть условия, МК, и они должны даже отчитываться, даже проект, да, там, сколько, вот, какая функция стоила, и это вы, в принципе, видите в своих сметах, которые ВРНП вам выставляет каждый год, да, там, каждая строчка, вы порвали, если вы можете посмотреть, там, каждая строчка расписана, сколько каждая услуга стоит. Это про текущие работы, а про аварийные, само собой, нужно отчитываться. Тут вариантов нет таких, чтобы не отчитываться. Я допомню, что здесь надо учитывать, что есть два варианта, когда домоуправление может без особого согласования с жильцами прикасаться к деньгам накопительного фонда. Первое – это аварийные ситуации, и второе – это когда, так называемый, неотложный ремонт, неотлоканный сремонт. Это описано в 900 правилах Кабинета Министров, в 907, 17 пункт. Ну, скажем, как самый яркий пример такого – это явное протекание, попадание влаги в конструкции или дырка в трубе. В этом случае, по правилам, управляющий должен немедленно устранить эту неисправность, а собственники, квартиры, должны оплатить эти работы. И в данном случае здесь никакие согласования, ничего не работает, потому что слишком сложная и долгая процедура может быть. За это время может получиться отрицательный эффект, гораздо более большой, чем возможная экономия от всех вопросов. Это два момента, когда могут списываться. Второе – то, что я абсолютно прав, в деле дома должны быть предъявлены абсолютно все финансовые документы. У нас вот человек на линии уже. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Хотелось бы уточнить. При расчетах счетов квартплаты коммунальных услуг РНП использует компьютерную программу с умышленными ошибками в ПВН 12% и 21% с увеличением на 1 цент. Именно в строках порвал здесь же у нас Макса с увеличением ошибок ПВН 21% на 1 цент. Абкуры ошибков ПВН 12% также на 1 цент. И открытому извышена ошибки тоже на 1 цент. Все эти ошибки, которые были у меня в счетах, я их не оплачивала. И мне почему-то их приписывали в долг. И когда я сказала, что буду обращаться в суд, значит с ноября 2019 по 2020 не делалось РНП ошибок в счетах. Теперь же с января 2021 года опять начали делать ошибки в строках Атрикуму-Извышена. Вот представьте себе, если 6,64 евро умножьте на 0,21, то должно быть 1,39 евро. В счетах стоит 1,40. Ведь это же ошибки, всех РНП, всех жителей Риги обманывают. И тем более, что в течение года поступает на счет РНП незаслуженно большие деньги, при этом не затратив ни физических, ни материальных затрат. Мне хотелось бы задать вопрос. Кто дал такое указание разработать компьютерную мошенническую программу с ошибками в ПВН 12% и 21? Кабинет министров или Рига-Дума, или РНП. Спасибо за внимание. А еще раз сумму могли бы вы сказать? Человек бросил трубку. Я не успел записать сумму, с которой вычисляла. Евро 40 или евро 39 выходило на квартиру. Здесь, наверное, нужно обратиться в РНП, показать свои расчеты, и потом они ответят. Потому что там есть такое по бухгалтерским установкам, по-моему, 3,3 цифра за запятой округляется. Она выше 5 или меньше 5, смотря из этого. Может из этого. Потому что по закону РНП не может ничего не прибавлять, не убавлять к общему счету дома. То есть все должно уходить по нулям. Но есть в бухгалтерстве какие-то нюансы, наверное, у каких-то программ, где что-то не совпадает. Так бывает, наверное. Сергей тоже своего опыта может подсказать, что бухгалтера в конце года гоняет сантимы. Но это сантимы за весь год. Что-то при округлении. Но по конкретному вопросу нужно просто показать РНП, свои расчеты и спросить, почему так. Я думаю, что здесь, скорее всего, работает стандартная функция округления, которая есть в компьютерах. И там все дело в том, какая цифра получается. Вот в этом знаке просто запятой. Это раз. Второе. Периоды недовольства, которые назвала радиослушательница, они как-то странно совпадают с изменением тарифов. То есть, может быть, при одних тарифах, тарифов, ведь эта цифра после запятой получалась меньше пяти, при других больше пяти. Но это надо смотреть там. Я не думаю, что там кто-то криминалом занимается. Ну да, тем более, что речь идет об одном центе. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. В доме с исторической застройкой, ну, старый дом, значит, в квартирах разные системы отопления. Есть газовые котлы установленные, есть там электрическое отопление, есть силтумс, но в том числе присутствуют из Ростова и старые печи. Кто вообще должен давать, нужно ли вообще и об их техническом состоянии предоставлять, значит, какие-то сведения, и кто должен это делать? Это первый вопрос. А второй вопрос еще. Вот как бы тоже в доме, в проезде установлена видеокамера, которая неизвестно, кому принадлежит. Вот это как соотносится с законом о неприкосновенности частной жизни и так далее. Спасибо. Спасибо. Ну, по дымоходам я скажу сразу, значит, если в доме есть дымоходы, неважно, эксплуатируются они или нет. Но как и системы вентиляции, так и дымоходы должны подвергаться периодическому обследованию, чистке и ремонту. И этим занимаются сертифицированные стабочисты. Их вы можете найти на сайтах. Это первое. Второе. По поводу печей, за печей несет ответственность собственник квартиры в данном случае, как и за газовое хозяйство, которое установлено в квартире. И если мы говорим о печах, то тоже ты за их состояние и за их чистоту отвечает собственник квартиры, а наблюдает это сертифицированные трубочки. То они и выдают соответствующий сертификат. Особенно обращаю ваше внимание, что если у вас не будет соответствующих документов о проверке ваших отопительных систем от сертифицированных специалистов, то страховка может не сработать в случае пожара. Это нужно особо учитывать. А общие дымовые системы, дымоходы должны делаться за счет общих денег дома. Ну, таким вот образом, примерно. Сейчас мы, может быть, еще один звонок сразу примем. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. В догонку предыдущего телефонного моего разговора по поводу ошибок. Я целый год обращалась с заявлением в РНП, и когда я сообщила, что буду в суд подавать, только тогда, наконец-то, они прекратили делать ошибки. Ну, невозможно комментировать. Тогда нужно брать всю раскладку цифр, садиться, перепроверять, пересчитывать. Ну, вот вопрос, может быть, я переформулирую. Если, ну, вот, в РНП не идут навстречу, можно ли обжаловать эту сумму и пожаловаться куда-то? Ну, в суде обжаловаться, попытаться сумму можно. В суде возможность попытаться обжаловать есть. Обжаловать или нет, докажете ли вы свою правоту или нет, это вопрос. Но, в принципе, это можно. Приложить свои расчеты, написать им возражения, получить их письменный ответ. Если не получаете письменный ответ, ну, на всякий случай, на ДРНП есть еще виды департамента Медвежской думы, среды, окружающие среды, жилья и окружающие среды. Ну, попробуйте туда написать. Да, добрый день, пожалуйста. Вот, слушательницы, конечно, не устроить мой ответ, но вот эта программа, ну, не РНП же, ее разрабатывают. Это разрабатывают специальные фирмы. И это такие программы, не только в РНП, я работала в многих фирмах, тоже такие вот. Если умножить математически на это 21, получается другая сумма. Но у них там как бы вот застет округление, ну, иногда больше, иногда меньше, вот такие. Так что это, ну, РНП тут никакой не мошенник данной ситуации. Спасибо. Спасибо большое. Да. Так, у нас вот есть звонок еще. Здравствуйте. Извините, я второй раз звонил, а вы не ответили по поводу видеокамеры. Да, видеокамеры. У нас дом, да, значит, проезд автомобильный и другого прохода к дому нет. Ну, дом во дворе и чтобы туда попасть, надо, ну, через проезд проехать. В этом проезде установлена камера, которая, ну, неизвестно кому принадлежит. На вопросы вот там к соседям никто не может объяснить. И получается, что какой-то тотальный контроль и, ну, не хотелось бы знать, что когда тебя дома нет, ну, кто-то знает, когда ты выехал, когда ты отсутствуешь в квартире, когда ты присутствуешь. Вот такой вопрос. И кто за этим должен следить? Спасибо. Да, я вот хочу сказать, что если вдруг обнаруживается какая-то камера, которая непонятно кому принадлежит, вот как поступать в этом случае, потому что мы знаем, что то были регулы, даже нельзя было на собственную машину направить камеру, чтобы следить, там, кто портит, там, протыкает колеса или там портит эту машину. Сразу говорят, что это нарушение там каких-то частной жизни. А вот если вдруг видят жильцы, что стоит камера? Ну, вообще-то должна быть табличка, что происходит видеонаблюдение, но очень короткий ответ, он может звучать так, есть инспекция защиты персональных данных, пожалуйста, обращайтесь туда, потому что, если это наблюдение ведется кем-то, то это достаточно незаконная вещь, если это не спецслужба. Камера должна быть зарегистрирована, да, и за нее должен быть ответственная персона назначена. Просто так вставить камеры и что-то снимать нельзя. Но вот если стоит камера, значит, где получить людям информацию, что эта камера, ну, действительно зарегистрирована или там должна быть какая-то табличка, указание? Ну, должна быть таблица о том, что ведется видеонаблюдение, раз. Второе, камера, как я вам сказал, должна быть зарегистрирована в Бюро по защите персональных данных, потому что там идет сразу за этим целая цепочка, как ты будешь, Бюро требует сразу двух вещей, описать, как ты будешь использовать и где хранить эти данные, которые ты получаешь, и куда ты будешь их дальше давать или не давать. Ну, в первую очередь, обратитесь в это Бюро. Если там и эта камера не зарегистрирована, ну, не знаю, я не призываю к вандализму, но отключить ее можно, по-моему. Многие, многие грешат с этим и не регистрировать себя, как это называется по-латыски, дату парзинси, управляющих данных, там целая процедура нужно пройти, чтобы это сделать, и многие грешат этим, не проходят эту процедуру. Но тем не менее, получается, что жильцы действительно волнуются, потому что эта камера может собирать данные, когда люди приезжают, уезжают, то есть практически можно получить полностью расклад, когда, например, пустуют квартиры какие-то определенные, то есть при желании так можно собрать достаточно такую личную информацию. Но самостоятельно? Именно из-за этого и дату вас инспекции интересуется, если кто-то ставит такие камеры, кто это ставит, для каких нужд, и каким образом эти данные будут храниться и не будут распространяться для каких-то других функций, которые не связаны с управлением дома или с чем-то еще. Но получается, что самостоятельно камеру трогать нельзя, нужно обращаться в эту инспекцию защиты персональных данных, они должны разбираться с этим, да? Ну, если мы идем правовым путем, то да. Они дадут ответ, стоит эта камера зарегистрирована или нет, если не зарегистрирована, ну, там надо с хивистом посоветоваться, какие следующие правовые действия. Ну, наверное, обращение в правоохранительные органы с заявлением о том, что ведется незаконное наблюдение. Ну, как-то так. И я там дальше... К сожалению, мы незаконным наблюдением не занимаемся, последствия не знаем. Ну, мы посоветовать по радио не можем, как это делается в природе, да? 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, и также можно писать нам на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1, задавайте ваши вопросы. Да, вот у меня был еще вопрос, вот возвращаясь к лоджиям, а есть ли какая-то статистика, ну, вот насколько популярным является застекление лоджии, насколько, ну, большая ли часть людей хотела бы действительно застеклить их, и, ну, те лоджии, которые планировались, как просто возможность там посидеть на свежем воздухе, может быть, не выходя из квартиры, насколько это сейчас вообще актуально, потому что, судя, ну, по желанию людей увеличить площадь своей квартиры, лоджии, как таковые, как-то вышли из моды? Ну, почему же? Иногда бывает, ты заходишь в квартиру, а лоджия по полной программе подсоединена к квартире, перегородки все, которые там являются временными, убранные, там квартира увеличивается, но, в принципе, я бы сказал немножко по-другому, этот вопрос всерьез и массово рассматривается при проектах реновации дома в качестве одной из мер повышения энергоэффективности, то есть, если весь дом дружно стеклит свои лоджии, то это позволяет сэкономить на других затратах по мероприятиям энергоэффективности, это первое. Второе, что зависит от ваших предпочтений кошелька, но, в принципе, идет, процесс остекления лоджии идет, он, как-то, я не вижу каких-то явных рывков или спадов, ну, монотонно, люди, особенно люди, въезжающие, новые собственники, которые въезжают в квартиру, но они стремятся застеклить, чаще всего. Ну, подойдите к любому дому, просто чисто статистически с лоджами, посмотрите, сколько их застеклено, наверное, больше сейчас будет застеклено за это все время. Ну, то есть, получается, что стоило бы, конечно, в Буфвалде как-то решить, то есть, судя по вот этой общей тенденции, ее бы стоило решить централизованно и как-то цивилизованно, ну, вот именно централизованно, логично, то есть, это не единичное, то есть, та логика, которая сейчас, я понимаю, руководствуется Буфвалде, это логика для каких-то, ну, отдельных случаев, вот человек решил застеклить, и, ну, вот надо как-то это организовать, но если это происходит массово, то тогда ведь получается, что действительно стоило бы задуматься над этой проблемой. Ну, и здесь тоже, ну, уделять чуть-чуть, может быть, привычная работа, наверное, инстанция, или подход к работе инстанции, наказывать, да, а не наоборот сделать, вот, подойти городу, к чиновникам, вот мы разработали там типичные решения, которые мы видели из хороших решений, типичных проектов, вот мы предлагаем городу, Буфалде, проактивно, если бы работал, да, вот мы предлагаем городу, что давайте ураставляем вот для этих серий вот такие типичные решения, если кто-то хочет реализовать это типичное решение, он просто нас информирует, все, а не идет к архитектору, то есть 500-600 евро, да, там, который согласовывает сейчас отдельное решение, ну, вот, наверное, так было бы всем легко и приятно, если бы Буфалде работала проактивно и сказала, вот, мы разработали типичное решение, сейчас мы вам даем там три или пять лет, пожалуйста, приведите в порядок свои лоджии по вот этому стандарту или же снимайте то, что вы там настроили, а бы как, да, ну, как-то вот так, а не просто с синего неба, вдруг, вот, мы сейчас будем ходить и ставить штрафы, как-то уже, по-моему, этот подход уже устарел по городу. У нас телефонный звонок, здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый. Будьте добры, вот правильно ли я понимаю, что, когда говорят об энергоэффективности, и там утепление домов и так далее, то энергоэффективность определяется показателем, сколько калорий на метр квадратный получил, истратил дом. где вообще можно узнать по каждому дому этот показатель? Это первый вопрос. А второй вопрос. Если он не очень выходит за рамки допустимого, то, возможно, надо, прежде чем вкладывать большие деньги в утепление, сделать маленькие работы, проверить, что с подвалами, что с чердаками, что с лестничными клетками. это будет гораздо дешевле, и можно войти в допустимые параметры. Спасибо. Спасибо. Я бы ответил на этот вопрос так. Если вы хотите знать данные, то одно время Рижское энергетическое агентство, по-моему, сейчас его расформировали, оно поддерживало сайт, и там были данные по каждому дому, многоквартирному дому города Риги. Эти данные были очень интересны. Относительно допустимых границ. У нас допустимые границы в два раза выше, чем была заложена энергоэффективность в советское время при проектировании. То есть при проектировании было заложено 90-100 кВт на квадратный метр, у нас допустимая граница сегодня 200. Поэтому, говорите о допустимых, а, скажем, реновированный дом потребляет 50-60 кВт на квадратный метр. Поэтому, когда вы говорите о допустимых границах, вы должны понимать, что верхняя граница, она дана от безысходности. На самом деле, стандарты Европы тоже ужесточаются, где-то больше 100 кВт на квадратный метр потреблять вообще будет нельзя, будет наказуемо это дело. Делать можно все, можно по-разному. Можно маленькими шагами, можно большими шагами, никто не запрещает. Если у вас, вы не можете получить данные через агентство, в ВИЧСКО, есть очень простой способ. Вы можете написать, как собственник квартиры, запрос в ИГАС Силтумс, и там вам дадут справку за последние 3 года, сколько потребляет тепла ваш дом. Дальше просто-напросто ваше теплопотребление нужно разделить на площадь дома и 3 года. И с этим вы получите полную картину вашего энергопотребления. Это такой грубый, но достаточно показательный и объективный расчет. У вас и звонок. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Это звонит вам жилет Москова с 252, корпус 4. Вот у нас такая ситуация сложилась. Соседний корпус номер 5 сделал, короче говоря, себе стоянку по пропускам. Но в эту стоянку попала общественная площадка, которая на 3 корпуса, когда-то дети в баскетбол играли, все. После реновации территорий Рижской думы там стала асфальтирована хорошая площадка, которой пользовались, в принципе, все. И рядом у нас в Эст-либас-центр приезжали, оставляли машины. И нам хватало места. Но они создали, как бы-то, собрались, сделали эти самые, сделали знаки, все. И на 3 подъезда у них что-то около 50 или 60 мест. у нас на 4 корпус 12 мест всего лишь парковочных. А возле 4 подъезда, даже если брать территорию по границе, как они, у нас даже мы даже не можем подъехать к своему подъезду. Если вдруг они захотят отгородить территорию, мы не сможем подойти к подъезду. То есть вот так территория разграничена. Как это вообще по социальной справедливости может быть? Потому что за счет Рижской думы они получили и парковочные места вдоль дороги, и целой парковочной, можно сказать, площадку на 50 машин. А возле нашего корпуса и возле 4 подъезда ни одной парковочной, можно сказать, ни одного парковочного места не осталось. Спасибо. Я бы ответил так. Здесь вопрос о социальной справедливости не может быть поставлен, потому что на самом деле это вопрос собственности. К сожалению. Я не говорю, это хорошо, справедливо, несправедливо, но согласно всех существующих нормативах, каждому дому есть определенный земельный участок. Как он напланирован, это планировка, это большой вопрос. Но если вашему пятому корпусу привезан земельный участок, в том числе и включающий места, где исторически когда-то вы использовали все вместе и в советское время так и делалось, что на группу домов создавалось общее хозяйство. А при приватизации эту землю нарезали так, что допустим пятый корпус получил всю общественную землю, то, что раньше общественно использовался, а все остальные нет, ну значит так оно и есть. К сожалению, здесь не идет вопрос об общественной справедливости, какой-то социальной справедливости. Это вопрос неразвещенный по всему городу, потому что где-то пусто, где-то густо, и в принципе, наверное, когда-нибудь, когда власти вообще поймут, что так действовать нельзя, наверное, будет немножко по-другому. Наверное, права собственности на землю останутся, а вот право пользования будет определяться, пока существует действующая планировка муниципалитетом, где размещать групповые контейнерные площадки, где как размещать оптимально площадки, ну обеспечить стояночными местами и так далее. Ну невозможно так, так как сделали, сейчас залили линейку и город в принципе по линейке расчертили, не думая о том, что кому-то надо тоже обеспечить необходимое количество земель. И была принята программа о том, чтобы пересмотреть прилегающие земельные участки, но по-моему, кроме слов, там дальше больше ничего не сдвинулось. Просто нужно признать, что в момент приватизации никто про это не думал, потому что все, что строили как квартал и использовали как квартал, никто же не думал, что пройдя 20-30 лет, каждый из домов этого квартала начнет юридически делить свои земли и ставить знаки, да, из этого пострадают другие дома. Также вот то, что Сергей уже упомянул, про площадки для контейнеров, для сортировки и всего остального. Выход с этого просто один, тот, который я уже упоминал как идея, о том, что в свое время, когда это все строилось, это строилось самоуправление, все асфальтные дороги, подъездные пути, все площадки, это все самоуправление. И сейчас нужно признать самоуправление, что это ее инфраструктура и загнать ее в красные линии. Что это даст? Это даст самоуправление уже право уже организовывать, вот, где стоянка для какого дома, где контейнерные площадки и так далее. И уже ставить это как одягощение и в земельную службу, и в замес грамот. И уже, скажем так, каким-то образом так и так исправлять эту несправедливость, которая создалась во время приватизации, потому что никто еще раз в то время не думал, что таким образом будут порезаны земельные участки, каждый на своем участке поставит свои знаки. У нас буквально четыре минутки осталось, если можно коротко. это снова жилет четвертого корпуса. Мы создали тоже товарищество и сейчас подаем документы на то, чтобы у нас обустроили стоянку, да, но почему бы пятому корпусу не поделиться с нами деньгами на строительство этой площадки? Им площадка досталась бесплатно, а мы должны за свои деньги делать. Ну, это, наверное, вопрос к пятому корпусу. Почему бы, нет, ну, почему бы Рижской думе не задуматься, что в принципе ее нагрели на деньги? Всего доброго. Ну, вот понимаете, вопрос такой же. Я очень извиняюсь на то, что я вас резко прерываю, но почему бы всем богатым не отдать деньги всем бедно? Это одно и то же. Создали несправедливую ситуацию, сегодня несправедливыми действиями вы ничего не добьетесь. Угу. Ну, вот еще звонок. Здравствуйте. Алло, добрый день. Скажите, пожалуйста, у нас раньше в платежах за коммунальные услуги была графа накопление на капитальный ремонт, да, ну, определенный тариф был, да. В прошлом году эту графу поменяли на обязательные платежи за управление. Теперь мы не видим ничего, что по этой позиции делается, да, отчет за год не дам еще, да, вот, закон или это? Ну, вообще-то, если говорить по закону, то, да, действительно, можно и одной позиции. Внутри позиции должна быть расшифровка, что идет на эксплуатацию, что идет на текущее, что идет на накопление. Накопительный фонд по-любому должен учитываться отдельно, не важно, как он проходит по квитанции, но в данном случае у меня вопрос от Роза Вигас на Омпаровныхс, обычно они так не делают. Чадок уже бросил трубку, да. Но, по крайней мере, вы должны получить отчет о том, сколько было в накопительном фонде и куда он был из расхода. Это вы должны получить отдельно. Ну и вот буквально минута осталась. Здравствуйте, пожалуйста, если можно коротко. Здравствуйте, я очень быстро. Скажите, пожалуйста, вопрос к нам у Пару Вигаса у меня. Как они проверяют у многоквартиры вывоз мусора? Потому что я точно знаю, что вот эта фирма, которая вывозит мусор, она занимается приписками. Если пустой, полупустой контейнер вывозят, они пишут один-один контейнер, 0,2 куба к этому контейнеру. Это просто безобразие. Как они это проверяют? Спасибо. Спасибо. Ну, отвечу я, наверное, никак. По договору, то, что я видел все договоры о том, что если контейнером подъехала машина, крышка должна быть закрыта, и это считается один контейнер. Никого не волнует по договору какое-то внутреннее содержание контейнера. Если вы не можете заполнить регулярно контейнеры, меняйте чистоту вывоза. Это не моя позиция, это позиция компаний, которые обслуживают, и это одно из условий, которые в главном контракте Международной Думы и компаний по вывозу мусора. Переполненные контейнеры, они вообще-то даже по договору вывозить не обязаны, потому что они повышают объем. Слава Богу, что вывозят при этом. Но на самом деле вы должны знать, что сегодня условия такие. Подъезд машины, даже если контейнер пустой, за один контейнер вклады. Опять это к вопросу о справедливости, я понимаю, да? Это вопрос генерального договора между Думой, то есть так называемого конкурса и всего прочего, что связано с обслужением мусора. Дело в том, что ни одно домовое управление не имеет самостоятельности в этом вопросе. Мы здесь только подписываем отдельные нюансы. Главные моменты обговорены в генеральном договоре между Думой и этими двумя компаниями. По-моему, никто этого договора не видел. Ну что же, спасибо большое. Председатель правления Товарищества Центр консультации собственников квартир, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко и бывший руководитель Рига Снаму Парвадникс Айвар Гонтарев сегодня были с нами на прямой связи, отвечали на ваши вопросы. Я вижу, что есть вопросы, которые пришли еще и на смс наш ватсаповский номер 2306191. Обязательно их сохраним и с них начнем следующую программу и встретимся мы уже в следующий понедельник. Всего всем доброго. Продолжение следует...